Сегодня у нас 24 июля 2016 года. Это у нас Потеряевка, это в лагере Стане мы сидим, в детском. И вот тут брат Виталий кое-какие вопросы. Да, у меня есть вопросы к Владимиру. Ну опять же, отзыв о лагере, вот такая тема вопросов. Отзыв о лагере. Почему ты выбрал именно этот лагерь? Вкратце вот расскажи прелюдию такую. А как ты вообще вышел на Потеряевку и так далее? Ну если коротко, то в 2015 году, то есть в прошлом году, я приехал сюда, чтобы принять крещение, полное погружение. Ну и до этого, конечно, я узнал очень много о наставнике общины. И Барнаульской, и вот здесь Потеряевской, мы скажем так, Латкин, Игнатий Тихонович. Ну и не буду пересказывать, сказать, что в двух словах, если это, конечно, не человек, который своими делами подтверждает, подтверждает, что он истинный христианин, который не лукавит, как, например, священники, которые проповедуют с кафедры одно, а живут совсем по-другому. То есть вот это. Вот это меня привлекло в этом человеке. И, конечно, я увидел ролики именно о том, что у него есть еще одно детище, так скажем. Это лагерь, православный лагерь. Это было очень интересно, потому что я работаю в детский трудовой православный лагерь. Поскольку я сам работаю с детьми более 30 лет, вот в этом году 30 лет исполнено с той организацией, в которой я работаю. То есть у меня, скажем так, своя авторская школа по разным направлениям. И вопросы воспитания мне были очень интересны, потому что в большей степени в своей работе я посвящаю именно воспитанию. Несколько образованию, ну то есть просто дача каких-то знаний, а именно воспитательному процессу. Вообще воспитание личности человека, оно строится на мировоззрении. А мировоззрение строится, фактически есть два варианта мировоззрения. Это с Богом и без, то есть с Творцом и без. И поскольку я верующий человек, то, конечно же, мое мировоззрение, оно с Богом. Поэтому оно присутствует и в моем воспитательном процессе и образовании детей. Поэтому мне был очень интересен опыт вот этого лагеря. А поскольку я сам работал в лагере воспитательном, в обычном лагере отдыха, то там, конечно же, ну, понятное дело, что там неверующие и никакого эффекта воспитательного, положительного в духовном плане, в нравственном плане, там, конечно, ну, по сути дела и не было в таких лагерях. И вот здесь я увидел нечто необычное, уникальное, в моем понимании. Поскольку все лагеря, которые есть у нас, они просто разрушились сами собой. То есть даже не надо было там закрывать, Роспотребнадзор и так далее. Они просто разрушились. А здесь вот даже и его и хотят... То есть даже тех лагерей уже не осталось? Нет, в городе ни одного лагеря у нас. Решат, да? Да, в городе лежат, куда мы приехали, да. Нет, ни одного детей отправляют в разные лагеря, в разные регионы или в области. Ну и вот после, в 2015 году после крещения, я здесь был неделю, увидел, как живет вот этот лагерь. Какие здесь радостные дети, как здесь организован труд, как здесь организовано воспитание детей именно в рамках веры, православной веры. И самое главное, что здесь есть положительный эффект, поскольку я общался с детьми. Эффект именно, воспитательный эффект. Это мне очень стало по душе. И вот я решил, что как-то уже сразу, в следующий год у меня сердце уже как-то, уже здесь было. Вот, что я приеду с детьми, со своими учениками и привезу их сюда. И вот после приезда к себе в город, я стал показывать ролики о лагере. Разнообразные. Ну, начали с такого самого интересного и популярного, это про Яшу. Смотрите, сейчас я покажу вам, как вот этот мальчик в кружку там плачет. Ребятам это понравилось. И вот так вот они стали просить. А покажите нам еще о лагере, там о Потеряевке, там интересно так, а что там. И вот так поехало, и пошло, и они увлеклись. И потом в один прекрасный момент я сказал, ну кто? Дело в том, что мы тоже в своей работе, педагогической, то есть мы не только в аудитории находимся, но у нас есть масса всяких интересных предприятий, например, походы, разные экспедиции, наблюдения, какие даже такого экстремального плана, можно сказать, испытания для детей. То есть сразу, когда дети приходят, даже я начинаю с 6 лет, и первое испытание у них бывает, это поход на 20 километров. То есть сразу в ночной период они возвращаются. И вот я после показа ряда вот этих роликов о лагере интересных, ну, кстати, это были в основу ролики за 15-й год, вот именно в том году, в котором я первый раз побывал. Ночная молитва, это священное молитву, да? Да, да, вот это все, да, там была борьба там и так далее, коровы, там все, это было очень интересно, увлекательно. Увлекательно и так необычно для ребят, которые живут в городе. Совершенно такой лагерь, уникальный лагерь, просто нет, они были очень увлечены вот этими просмотрами, все время говорили, а сегодня мы посмотрим, вот еще ролики, я потеряю какие-то там о лагере, об этом. И, значит, в один момент прекрасный я сказал, ну, а кто желал бы поехать туда и пройти самое такое мощное испытание, которое никогда в своей жизни не проходили, а что это, а вот туда поехать, в этот лагерь. И они подняли руки почти все, ну, там человек 15. Ну, хорошо, говорю. Так, ладно. И, ну, что ж, все, раз, так сказать, произошло голосование, то есть уже определился некоторый контингент, то есть решение уже, так сказать, решение было, то мы начали готовиться помаленечку к этому. Ну, и с Игнатием, тихо, на чем мы переписывались, он сразу говорит, приезжай, все, мы ждем. Да, вот практически он уже, когда я приехал после крещения, он уже говорит, приезжай на следующий год с детьми. Вот, ну и после вот этого, ну, по рассмотре этих роликов стали, ну, собственно, готовятся те ребята, которые хотели бы поехать. И поехать, конечно, хотело больше, но были, вот, человек, наверное, 6-8 уже готовы были, но на последних, на последних, так сказать, неделях произошло, ну, там по разным причинам, вот мальчик один, Матфей, он любил, у него, они жили в деревне тоже, у них было хозяйство, там, овечки и так далее, он очень любил. Я говорю, я хочу, Игнатих Тихоновичу, ну, то есть, он очень ему, видимо, понравился, он все об этом говорил, Матфей. И овечек хотел увидеть, но там вот мама запротелась, не отпустила ее, он реял даже, плакал. Я ему, да, писал, говорит, не отпустили никак. Да, очень огорчился он, плакал буквально. Потом мальчик одного тоже не отпустили, потому что он там в лагере другой, и другого тоже в другую, то есть, человек 8 бы было, 8, то есть, должны были приехать 8 человек, вместо 4. Вот, ну, вот на следующий год у меня уже желающие есть. Я когда поехал сюда, у меня уже на следующий год уже там есть очередь стоит. Вот. Они сказали, что мы там посмотрим. Некоторые говорят, у меня в этом году нет, но в следующем году обязательно, поэтому, говорит, 100%. Вот. Ну, вот так примерно состоялось предварительное, так сказать, решение и, ну, интерес, который привели ребята, вот именно по просмотру вот этих роликов. Ну, и, конечно, на моих занятиях присутствует, конечно же, вот это мировоззрение практически во всех предметах о роли Творца, то есть, в нашем мироздании. Вот, ну, коротко вот так. Да, но ты говоришь, вот эти 4 человека все-таки приехали. Да, 4 человека. И вот о них и в двух словах. В двух словах. Значит, вот 4 человека, видимо, с Божьим благословением именно они приехали. Именно Господь благословил именно этих 4. Почему? Ну, во-первых, коротко об этих детях. Двое из них пятидесятники. И мы с братом Владимиром Писчиковым ходили, ну, как на знакомство. Это не знаю, назвать благовестием, но это просто некое, ну, можно... Миссионерское. Это какое-то посещение, может быть, собрание пятидесятников. И вот после этого... Плод этого посещения. Плод этого посещения, да, привел, ну, так сказать, вот человек, который посещал этот пятидесятник. Молодой человек, у него отец тоже давно в их общении пятидесятников, а это его сын. Вот у этого сына двое, Владимир Сергеевич, двое сыновей, Кирилл и Максим. И вот то, что я делаю, ему по душе стало. То есть вот моя школа и все, что связано с Верой. Папе, да? Да, его папе, мальчишек, да. И вот он решил, доверил, отправить, говорит, я... И, кстати, попросились они сами. Кирилл попросился. Вот именно Кирилл. Максим не хотел. Но именно Максиму больше всего нужно было здесь. Потому что он вот такой сам, и на ним надо работать. И отец его отправил двоих. Их двоих отправил. Потому что вне зависимости хочет он или нет, он просто отправил их. Но отец познакомился с лагерем, да? Да, предварительно я сказал, вот смотрите канал. Я дал всем детям, всем родителям, которые хотели бы поехать. Они все смотрели. И осознанно приняли решение. Они осознанно приняли решение, да, конечно. Они предварительно всем сказал адрес, показал ресурсы, где можно все это посмотреть. То есть они не так вот просто без разрешения. На доверие к вам, они уже сами. Да, они ознакомились и предварительно имели представление, что такое это за лагерь. Вот. Ну, тем не менее, вот когда некоторые посмотрели, все-таки не отпустили. Как я говорю о Матфея, например. Вот. Это два. И, значит, Саша, он воспитывается бабушкой. Бабушка православная, очень верующий человек. И она специально отправила его со мной, потому что я его еще воспитываю сам, так сказать. Поймем, что отец у него, ну, и был в бестах учения саботы, лишен брательский прав. Ну, по-моему, сейчас ему обратно дали. Поэтому, и в храм один ходим. Поэтому я на него тоже оказываю, и он у меня занимается, оказываю на него такое влияние, скажем, на школе. И поэтому она отдала без всяких. Она говорит, я вот отдаю, чтобы мне его изменить. Чтобы сделать из него человека, сделать верующего в настоящего христианина. Что много там чего нужно исправлять. Поэтому здесь вопрос вообще решился быстро. Вот. И Алексей совершенно из неверующей семьи, что удивительно. Его отпустили. Пускай едет. Сначала вроде как он сам просился, очень активно видел эти ролики. И сам Алексей на этом и стоял. И у родителей он выпросил. Он сам лично своим, так сказать, желанием. Ну, он активно. Он выпросил эту поездку. Ну, родители. Там в основном лишают бабушка и дедушка. Ну, мама там она как бы не против. И совершенно они все неверующие. И кроме того, они еще разрешили его крестить. Это удивительно. То есть вот так. Крещеный человек, они разрешили. Благословение, так сказать, всех их родственников. И бабушки, и дедушки, и мамы. Папа у них отдельно живет. Я так не понял, что у них там ситуация. Вот, коротко у детей. Так, ну и, конечно, вот такой вопрос. И что? Ну, то есть, ты сказал, почему ты выбрал. А что? Ну, какие плоды? Вот сейчас прошло какое-то время, да? Сколько уже? Сколько они уже здесь? Ну, еще две, почти две с половиной. И что уж как ты, ну, видишь сейчас, смотришь на ребят, на мальчиков. Что он дал этот? Что дает он этот лагерь? Что перспективе еще, как ты думаешь, он может дать? И что это будет означать потом для тебя, как воспитателя, и для них, как будущих мужчин? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы открыли новое место, где, уникальное место, где можно получить вообще очень большой плод, именно плод правильного воспитания, вообще правильного человеческого воспитания, правильного воспитания христианского. то есть, как это должно быть? Это, прежде всего, и труд, поскольку это трудовой лагерь. И вот это, пожалуй, наверное, самое важное, что здесь можно почерпнуть, что детская вот эта душа, которая сегодня развращена, ну, то есть, детские души, которые развращены сегодняшним миром, теми интересами, которые сегодня развращают вообще душу человеческую. И здесь мы находим такой островок, вот я это сравниваю с пробуждением, то есть, лагерь, где можно пробудить человека от сна, ребенка, вот от того сна, который сегодня... Я могу это из-за себя сказать, потому что не только ребенка. То есть, можно сравнить с фильмом Хроники Нарнии, там мальчик Юстус такой был герой, и вот когда шкуру дракона сдирает, то вот это он увидел настоящий мир, мир, который, собственно, создал Творец, то есть, какой должен быть человек. И вот здесь вот этот сон у них заканчивается. Вот они сюда приехали, они были в этом сне. То есть, они просились первоначально домой, там комары заели, что они приехали, куда они, вот эта вот строгость, труд. Они были, то есть, такие очень шокированные и просились домой. Значит, что мы видим сейчас? Прошло две с половиной недели. Ну, вот сегодня мы видели, они о доме вообще не вспоминают. Удивительная вещь вообще. Когда мне бабушка позвонит, там мама, сегодня нет. То есть, они прожили его совершенно небольшой промежуток времени, и за этот промежуток времени с помощью Божьей, с молитвой, они увидели другую жизнь. Жизнь, которая должна быть вот именно истинная, которая просвещает человека, делает его настоящим человеком, и ориентирует его на правильные ценности, правильное отношение к миру. Что, во-первых, труд, это молитва, обращение к Богу, даст ему именно вот тот пот, который ожидает от нас сам Бог. Вот я так бы сказал. То есть, налицо изменения очень большие. Порой бы за две с половиной недели. Я очень рад, особенно за Максима, Сашу, ну, Алексея. Тут у меня вообще нет вопросов. То есть, я рад за ребят, что они здесь получили очень важное назидание, поучение для своей будущей жизни. Ну, я вот сегодня добавлю. На Егора смотрю, на службу сегодня у нас, да, было воскресенье утром. Смотрю, он другой, серьезный, как у него некая серьезность появилась. И он собранный. И как бы ему это, если вначале это было, ну, действительно для них это была ломка какая-то происходила. А сейчас он нет. Он собранный, и он чувствует себя уже по-другому. И ему это, ну, как бы, может даже нравится, что вот он чувствует себя мужчиной. Он собранный, как воин, как боец. Вот я на Егора, на Егоре это увидел. Ну, так, подсознательно, что ли, больше. Да, то есть, для мальчиков это как раз вот та среда, поскольку все-таки, вот, у Саши воспитывает бабушка. То есть, у, там тоже Алеша мама. То есть, у них такое вот женское преобладание. То есть, у них даже в разговоре во всем чувствуется это. А здесь они почувствовали более жесткость, что они почувствовали, что здесь нужно проспориться. Мужское начало. Мужское начало, да. И увидели. И сами в себе его уже стали ощущать. Ощущать, да. То есть, она начала жить в них. Что если они, ну, не будут вот... Две недели адаптация, как и на Тихже говорит. А потом уже начинается... У них было меньше, у них было неделя. Неделя, я знаю. Ускоренная дабора. Они через неделю уже все. Да. Они поняли, что, ну, без, так сказать... Ну, вот, а если сейчас вот обозначить все-таки, вот, конкретно. Вот, мы же любим конкретику такую вот, сознание такое. Что конкретно дает еще? Вот еще можно что, как сказать, раскопать? Что это дает, и что это потом будет означать? Сейчас означает, и потом, может, на будущее будет означать для мальчика. Ну, вот, как я сказал, здесь важно для меня лично. Это мировоззрение. Мировоззрение ребенка, да. Поскольку, ведь, как я сказал, только, ну, если говорить о 50-никах, ну, понятно. То есть, там, мы считаем, все-таки это секта, но, тем не менее, они о Боге знают. То есть, они тоже молятся. Вот. Ну, Алексей, вот, он не был крещен, не слышал, но слышал, он будет от меня, фактически, на занятиях. И вот, ему Господь, так сказать, дал возможность все-таки в этом укрепиться. Он даже проповедовал в классе у себя, то есть, там, рассказывал о Боге, да, активно, вот, очень. И Саша. Ну, вот, Саша, он, конечно, слабенький во всем. И, видно, и в храме, ну, так сказать, не может там, ну, то есть, не умеет молиться, обращаться к Богу за помощью. Я тоже учил. Почему-то, вот, у тебя трудность, он все время плакать начинает. Что-то ему, вот, какая-то трудность встретиться, и он начинает плакать. То есть, сразу, да, сказать, ну, вот, не умеет это. Можно назвать? Это в том году у нас был Арсений приезжал один, парень такой крепкий, вот, как Егор, тоже говорит, пишет. И он тоже, чуть что, сразу слезы. То есть, мама его воспитывает, чуть что, сразу слезы. Иначе, он всего тоже там. Ты давай, мужчина, все-таки, давай, чтобы было-то. Какой, все это такое, здоровый парень, ребят. Ну, еще у них, я заметил, у всех детей, даже у 50-ников детей, у Кирилла и Максима, у них пробел в изучении Слова Божьего. Совершенно верно, да. Они Библию в руках, можно сказать, и не держали, да. Я вот хочу сказать потом, когда мы приедем, чтобы вот этот потенциал, который они здесь получили, чтобы не растерять это. Ты уже думаешь? Да, я буду разговаривать, и вот бабушка, которая мне звонила, бабушка Саша, она звонила, что, когда, Владимир Владимирович, вы приедете, скажите, как мне дальше поступать с Сашей. То есть, как дальше вот над ним работать, чтобы приедете, и как мне дальше. Вот, поэтому каждому из родителей, которые, дети, которые находятся здесь со мной, я им скажу некоторую такую инструкцию, что ли, да, по которой дальше следует двигаться. Каждому из этих детей, чтобы они не растеряли вот то, что они здесь получили. Вот, интересно. Вот, ну вот так. Ну, а вот смотри, сейчас вот вольно-невольно, такие обстоятельства сложились, что лагерь формат немножко изменяет, прямо на наших глазах. Вот, как ты к этому относишься? Я думаю, слава Богу, на все воля Божья. И вот то, что произошло здесь, да, и можно ответить, что мы здесь с приключениями. У нас был, так сказать, действительно экстремальный лагерь во всех отношениях. Это действительно так. С самого начала. С самого начала, да. Это удивительно. У вас впервые такие испытания по полной программе. Вот. Так что у них будет что вспомнить. И я думаю, что это на все воля Божья. И вот тот формат, который был, я соглашусь с Игнатью Тихоновичем, что может он выжил. По разным причинам, точнее объективным причинам. И вот то, что идея, которую он предложил, Игнать Тихоновичем на сегодняшних занятиях, по слову Божьему, она очень интересная и, я думаю, имеет, так сказать, смысл в существовании вот этот формат. И плод принесет не менее, а может быть даже более. Вот. То есть это что? Ну вот приезд и расселение, так сказать, то, что он предлагал. Я уж, наверное, не буду это пересказывать. Я за, и если такое будет, я думаю, что мы приедем сюда еще, может быть, в следующий год. Дело в том, что они, когда, если даст Бог, на следующий год будут жить в разных семьях, также в деревнях, в деревне вернее, у них будет большой опыт общения с животными, как ухаживать. Совершенно верно. За скотинами. Ну там вообще по хозяйству. У меня даже была вот такая, как бы, ну, что ли, мысль подсказать, что такое вот дополнительно провести, включить в программу, да. Покупить тихо. Это, поскольку я сам это делал, да, и коров дает, просто как коров таить, например. То есть какие-то вот такие уроки по ведению сельского хозяйства. То есть дома сельского хозяйства, да. То есть как ухаживать, как там кормить, допустим, животных, скотину, которые ты выращиваешь в себя дома, в деревне, например. Вот это было бы очень полезно для мужчин будущих, которые будут организовать свое хозяйство, возможно. А может быть даже деревню у них приселиться. Когда увидишь, что это действительно приносит плод хороший, ты обеспечиваешь свою семью, живешь благочестиво, с Богом, молишься. Поэтому я думаю, что это очень-очень такой замечательная идея, которая, ну, дай Бог, осуществится, и Господь благословит это. Дай Бог. Ну ладно, Владимир, спаси Христос за отзыв. Во славу Божию. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Репорт庄 slowedala. Продолжение следует...